Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. Сегодня я поснимаю с одной точки буквально город Владивосток. Посмотрим на его красоту, практически не отходя с места. Это у нас секретная видовая. Кто знает, то знает, кто не знает. Со временем, наверное, узнает. Давайте посмотрим. Отсюда открывается вид на порт города Владивостока. Мы видим, что выгрузают запчасти, скроют за краном. Вон у нас автомобили. Ушли, колеса какие-то стоят. Немножко с другой стороны. Краны порта Владивостока притаились, ожидают своей работы по перевалке черного металла. Сколько у нас тут много кранов в порту стоит. Происходит перевалка черного металла. Мы видим, подъезжают грузовички с металлом. И сейчас выгрузка его идет. И, наверное, отправка в Китай. Сами-то мы не плавим, не переплавляем, не перерабатываем. Черный металл. Нам проще его продать за в гор. Чтобы там сделали автомобили. И приехал этот черный металл обратно уже в Россию, но в виде готовых изделий. А сзади меня строятся опять многострадальные высотки. Это одно здание. И рядом еще построятся около восьми. То есть вот этот весь пятак будет застроен высотками, к сожалению. Чуркин уже и так на самом деле достаточно плотно заселен. И пробки здесь в час пик серьезные, но этого никого не волнует. То, что новые многоэтажки, достаточно плотно поставленные рядом с другом, приведут к очередному транспортному коллапсу. Ну, посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Надеюсь, этого не будет, но что-то мне подсказывает, что мост на сторону Чуркина будет стоять. И обратно. Смотрите, какая интересная конструкция полетела в воздухе. Что это? Шасси, автомобили, двигатели. По запчастям приезжают автомобили в Россию. Мне нравится вот этот вид. Довольно симпатично смотрятся краны в порту Владивостока. Такие гуси, ожидающие чего-то. Вдалеке можно рассмотреть. Дания советские. Суда, которые стоят на ремонте. Солнышко встает. Сейчас 10 утра. Владивосток. 15 ноября 2024 года. Сегодня тепло. Плюс 7. Показывает градусник самого утра. Значит, днем будет все плюс 10. Да, скоро вид города совершенно изменится. И это исторические кадры, не побоюсь этого слова. То есть, такого ландшафта Чуркина вы больше не увидите. Буквально через полгода здесь все заставится этими многоэтажками. И эти кадры лягут в историю города Владивостока. Ну, а как иначе? Все дечет, все меняется. Город развивается, растет. Даже не знаю, хорошо это или плохо. По мне, так надо строить все-таки где-то за городом. Где-то новые микрорайоны осваивать. А не застраивать уже существующие. Делая достаточно серьезную нагрузку на социальную инфраструктуру, которая была создана еще в советские годы. И не рассчитана на такое количество квартир. Красиво здесь. Особенно в безветренную погоду. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Блок Владивосток, интересные места города Владивостока и Приморского края вы можете увидеть у меня на канале. Всем спасибо за внимание и увидимся в новых видео. А вот прямо передо мной строится спортивно-театрально-музыкальный комплекс. Ставим ставки господака, в каком году его введут в эксплуатацию. Все, всем спасибо за внимание. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Всем пока. Поехали. Пока. 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 ENCE о смерть. init%. Низ $ 1.